Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об очень важной вещи. Симха, радость. Это слово встречается только один раз в предыдущих четырех книгах Торы. Но в книге Дворима оно встречается двенадцать раз, и семь из них в главе Рьер. Это слово, повторяю, симха, радость. Служи Богу в радости. Можно понять еще таким образом, что когда у тебя радость, когда у тебя все хорошо, когда слез нет, не забудь обязательно Бога, служи Ему. Когда плохо, все люди бегут к Богу. Вот здесь вот есть такая сложная и необычная задача. Служить Богу, когда тебе хорошо. Не забывать Бога, когда у тебя все в порядке. Иначе не так. Когда у евреев было немного, за что можно было благодарить Бога, они благодарили Его, галились Ему. Когда количество того, за что надо благодарить Бога возросло, многие отвернулись от синагоги и дома учений. И Маше пророчески выразил великий парадокс. Парадокс веры. Звучит он следующим образом. Легко говорить с Богом в слезах. Трудно разговаривать и служить Богу в радости. Симха обычно переводится как радость, ликование, счастье, удовлетворение, восторг. На самом деле этого слова есть нюанс, непереводимый на другие языки. Радость, счастье, удовольствие, это подобный термин. Это все состояние ума, эмоции. Они принадлежат человеку. Мы можем чувствовать их в одиночку. Симха, напротив, не является личной эмоцией. Вот тут надо очень правильно думать. Оно означает разделенное счастье. Нет такого понятия, как ощущение симха в одиночку. Маше постоянно твердит об этом. Он повторяет снова и снова, что когда вы радуетесь, что он говорит? Должны быть радости с вами ваши сыновья, дочери, раб, слуги, левиты, чужаки, вдовы. Маше впервые формулирует идею счастья как общественную. Народ должен объединить не только кризис, катастрофа или надвигающаяся война, но и коллективное празднование в присутствии Бога. Маймонит, потрясающе об этом писал, в то время как человек ест и пьет. Его долг накормить незнакомца, сироту, вдову и других бедных и несчастных людей. Ибо те, кто запирает двери своего дома, едят и пьют только со своей семьей. Их трапеза не есть ликование по божественной заповеди. Это ликование только о собственном желудке. Все. Один человек написал Рэбе примерно такие слова. Я в депрессии, я одинок, я чувствую жизнь бессмысленно, я пытаюсь молиться, но слова не приходят. Я соблюдаю заповеди, не ношу покоя. Мне нужна помощь Рэбе. И Рэбе прислал ему блестящий ответ, не употребив ни единого слова. Он просто обвел первое слово каждого предложения и отправил письмо обратно. Этим словом было что? Я. Когда человек сосредотачивается на я, я хочу, я нуждаюсь и должен иметь, но он уже будет несчастный. Есть много вещей, которые мы можем достичь как бы в первом лице, единственное число, но мы не можем симхи достичь. Симха это радость, которую мы разделяем, радость, которую... Вообще симха называется симкой, когда мы разделили с кем-то радость. Благословения изменяются не тем, сколько мы владеем, как много зарабатываем или как много тратим, а тем, сколько мы делимся. Это мудрость такая. Радость это вообще естественное состояние человека. Дети находятся в радости, посмотрите на них большую часть жизни. Они радуются жизни кукла, мячик, конфета, пирожное, всему. Мы же взрослые стараемся внимательно выучиться, чему быть несчастными. А ведь причины радости остались, они никуда не исчезли. Поэтому сказал царь Давид в Тегелим, служите Богу в радости. Всевышний не хочет, чтобы мы ходили с кислыми мордами. Быть в радости наша обязанность. Более того, Тора предостерегает нас, что мы можем наказаны быть именно за то, что служили Всевышнему не в радости и не с добрым сердцем. Можно все делать, выполнять заповеди, но твоя кислая физиономия не вызовет на небе ничего хорошего. Поэтому Творец хочет, чтобы мы извлекали максимальное счастье в жизни. Наша задача научиться осознавать красоту каждого мгновения. Концентрироваться на своей внутренней потребности, находиться в радости. Всевышний дал радости особое свойство. Притягивать изобилие и новую радость. Это свойство человека и мира в целом пользуется над этим. Осталось нам учиться самому трудному. Это прийти к самому высокому состоянию. Научиться радоваться в трудностях. Как это возможно? Это сложно. Но тем не менее, нужно относиться как к возможности для роста, самосовершенствования, самореализации. Тебе бросили вызов, сможешь ли ты устоять. В сущности, жизнь это последовательность таких вызовов. Хотим мы или не хотим. Поднимут ли они уровень радости или понизят его? Это от человека зависит. Если ты позволяешь незначительным вещам влиять на тебя, радость исчезнет. Каждый раз, ощущая себя озабоченным, расстроенным, обеспокоенным, спроси, стоит ли проблема той отрицательной энергии, которая сейчас в тебе накапливается. Выбор за тобой, написали мудрецы. И, наконец, о секретах радости. Каббалисты установили пять точек повторения называемых. Первое. Радость эта вызывает взрыв чистой энергии. Ничто больше тебе ее не даст. Второе. С помощью этой энергии ты способен сломать препятствия, которые, как тебе кажется, невозможны раньше были. И вообще любые препятствия в жизни. Третье. Это естественное состояние человека. Это радость. Все остальное неестественное, противоестественное. Четвертое. Написали каббалисты. Хватит страдать из-за проблем. Пора их решать. И пятое. Пятое очень важное. Зачем ждать, пока умрешь, чтобы понять, насколько хороша жизнь? Воспользуйтесь этими пятью советами мудрецов. И вообще улыбнитесь. Улыбнитесь, потому что Бог от нас этого хочет. Проха вы от слоха.